Можно сказать, что шкуры стали первым одеянием человека. А значит, искусство обработки кожи стало одним из первых ремесел, которым овладел человек. Конечно, сегодня одежда и обувь из этого материала выглядят куда более презентабельно и модно, чем во времена первобытности. И это благодаря креативному подходу к делу. Знакомьтесь, Александр Войтович, мастер кожевинного ремесла. В этой роли молодой человек всего пару месяцев. Но задумка создавать что-то новое своими руками появилась у него давно. Сначала долгое планирование бизнес-плана, поиски материалов. Месяца два-два с половиной я просто ходил по Бресту, по магазинам, по рынкам, по всем торговым точкам, для того, чтобы узнать какую-то ценовую категорию, за что продаются, допустим, те же самые ремни и сумки, браслеты. И вывести это на то, чтобы изделия из кожи были доступны каждому. То есть, чтобы каждый человек мог себе позволить качественное какое-то изделие, которое будет служить ему не один год. Ну и, как минимум, оно будет эстетически радовать его. И сразу же возникли первые сложности. Саму кожу, элементы для изготовления заказов и материалы для их обработки, как оказалось, в Бресте отыскать практически невозможно. Поэтому Александру пришлось изучать этот специфический рынок в других городах и даже странах. Молодой человек несколько недель обучался мастерству по роликам на Ютубе, затем разместил первую рекламу в Инстаграме и сразу же получил несколько заказов. Кстати, в сравнении с рыночной ценой на аналогичные кожаные изделия, заказ у нашего героя выходит в полтора раза дешевле. В магазине на Советской я видел, что ремень стоит от 60 рублей. То есть, обычный черный ремень, не скажу, что это натуральная кожа, ну, то есть, так, и не факт, что это вообще ручная работа. Вот около 60. Мой ремень, то есть, без прошивки, простой ремень с пряжкой литой, стоит 35 рублей. Пока самым популярным заказом стал ремень, притом обязательно мужской и черный. Для его изготовления требуется чуть больше часа и немного больше терпения. Для начала необходимо вообще отмерить, сколько будет ремень. То есть, мерится ремень желательно для того, чтобы он красиво смотрелся по талии человека. То есть, грубо говоря, берем штаны от пуговицы до пуговицы и еще сантиметров 20 для того, чтобы хвостовик был. То есть, я его могу по себе просто промерить. Вот. Вот, допустим, вот так. А дальше – прорезывание отверстий, обработка углов, пропитка кожи, шлифовка и установка пряжки. Кстати, все эскизы для изделия Александру помогает делать его девушка. И это не только дизайн ремней. Из последних необычных заказов – парные браслеты с светлой и темной кожей, сумки и даже пальто. На этот раз женское. Но экспериментов мастер не боится. Кто знает, может быть, в будущем парень сменит работу начальника охраны на ремесленника. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.